Наверное, нет на стадионе труд такого уголка, куда бы не заглянула сегодня трековая комиссия. Инспектор Европейской Мотофедерации Марек Воичек пристальное внимание уделил буквально каждой мелочи. Будет ли интернет для прессы, где судьи будут обсуждать результаты гонок, хватит ли места спортсменам в раздевалке? Ну, конечно, больше всего вопросов было по треку и комфорту гонщиков. Так, зона под центральной трибуной будет закрыта, чтобы ничего не мешало гонщикам готовиться к заездам. Марек Воичек отметил, что необходимо у входа в боксы обустроить место для умывания гонщиков. Такого же пристального внимания удостоился и трек. Воичек вымерил собственноручно все расстояния – от старта до первого поворота, от зоны выхода судей до штанги стартового светофора, высоту и ширину бортов и так далее. Не упустили из вида и пожарную безопасность. Мареку показали огнетушители и рассказали, что во время гонок на стадионе дежурит пожарный расчет. После этого Воичек дал короткое интервью нашему каналу. Это уже не моя первая визита здесь. Я был двадцать раз в Волокове раньше, но последний раз, это было, может быть, восемь лет назад. Очень менялось, потому что я вижу, что на треке хорошую работу сделали. Но надо, знаете, по вопросу безопасности, надо во все время, что там, корректировать, подкорректировать. Да, есть какие-то новые законы. И надо было это проверить, когда это новая гонка. Потому что был такой большой перерыв в международных гонках здесь. Поясните, пожалуйста, схему гонки. Она будет проходить отборочные этапы так же, как и финалы. Будут заезд последних шансов и финал, или будет 20 заездов? Нет, нет, будет 22 заезда. Это тоже самая система, как в финалах Сека. Значит, будет 20 гонок, по которым мы сделаем последний шанс. И тоже финальную гонку. И трех наилучших гонщиков поступает в челлендж. Вот вопрос еще от болельщиков есть к вам. Смотрите, у нас в российских гонках часто случаются спорные моменты. Вы сами готовы были бы стать судьей в решающих российских гонках, чтобы у болельщиков не было сомнений, что какой-то судья аффилирован с такой-то командой? Вы независимый человек. Это я уже сделал здесь. Я думаю, что в 2011 году я был на соревновании в российской лиге. Это было Балаково-Тольятти. В это время еще Саливан уже ездил, Йонсон. Это как раз тоже 2011 год, наверное. Да, да. То есть в будущем возможно. В будущем возможно. Но проблема в том, что по законам есть разница в международных соревнованиях, в полских соревнованиях, в чешских соревнованиях. Не такая же просто, вы знаете, спидвей это не так, как футбол, что судья из, не знаю, япония может перейти в Польшу и делать соревнования. По спидвей это не такая же просто задача. По судейству смотрите, спрашивают болельщики, вы свои прошедшие гонки на видео просматриваете, и часто вы находите какие-то свои ошибки в прошедших гонках на видео, когда смотрите. И если находите, то вы какие-то там действия предпринимаете, чтобы там... Я не смотрю. Не смотрю. Смотрите, польская экстралига считается, что во многом стала лучшей в мире за счет того, что разрешены легионеры, весь мир собирается. Как вы думаете, ну то есть согласны вы с этим или нет, и как вы думаете для российской лиги привлечение легионеров будет полезным? Или надо своих местных гонщиков оберегать и ограничивать участие иностранцев в России? А, это не вопрос ко мне, но я думаю, что нет дела в том, что в Польше есть гонщики из других стран. Прежде всего, надо было сделать очень большую работу по организации, по коммерческих предложениях тоже. Есть спонсоры, есть телевизия, есть деньги. А потом можно говорить о гонщиках. Я думаю, что большая проблема с ПДВ в это время, что очень мало гонщиков во свете есть в мире в это время, да. Вы знаете, в Польше было 200-300 гонщиков, теперь 70-80, да. То же самое и в Швеции. Вы знаете, если бы мы хотели ехать в Лигу в Польше, только польскими гонщиками, у нас нет, не хватит. Какой немножко личный вопрос. У вас жена учитель русского языка или учитель польского языка? Жена? Да. Она учителька польского языка. Да, просто где-то в интернете прочитали, что она дипломированный специалист по русскому языку. Нет, 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 по польскому языку. Смотрите, в России есть два гонщика мирового уровня, Эмиль Сайфуддинов и Григорий Лагута. Вот на ваш взгляд, кто из них лучше? Ну, теперь не надо ответить, потому что Григорий, у него перерыв, да. У него перерыв, так скажем. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть книга «Гранатово-маринарковые записки». О чем книга и как переводится на русский язык? Я это написал, не знаю, 10 лет назад, это об этой, об моих впечатлениях, которые связаны с этой работой как судья, да. Это написал в 20-м году, еще в том году, многие, долгие времена назад, но. А как это переводить? Это «Гранатово»? Это цвет? Темно-синий, гранатово. Ага, потому что, вы знаете, судья нормальный гранатово, это синий, да, такие темно-синий, да. А записки это, когда вы деваете какие-то там носки. Марек Воичик осмотрел обновленные раздевалки, пресс-центр, комнату для судей. Специально гонкам международного уровня на стадионе обустроили кабинет для допинг-контроля. О состоянии каждого объекта инспектор делал записи в специальные бланки, чтобы потом донести до остальных членов Европейской Мотофедерации. В общей сложности инспектор выявил около 20 незначительных нарушений, которые, в принципе, можно устранить в короткие сроки. И, возможно, международные гонки теперь будут проходить у нас чаще. Теперь мы получили право на проведение здесь первого полуфинала чемпионата Европы, который пройдет 26 апреля. Для нас, конечно же, это большая честь, это большая ответственность. Исходя из опыта проведения данного соревнования, мы, конечно же, будем просить о том, чтобы данный этап проводился у нас регулярно. Может быть, не первый этап, может быть, второй этап, может быть, финал какой-то взять, что-то именно такого. Потому что не стоит останавливаться на достигнутом. Если мы уже смогли взять какой-то из этапов, то нужно дальше двигаться вперед. Будем дальше работать. Напомним, первый этап чемпионата Европы по спидвею пройдет в Балакове 26 апреля в 17 часов. В нем будут участвовать гонщики восьми стран. Билеты уже в продаже.